наш сосед снова приехал вернее к нашим соседям приехал соседкин папа он всегда такой оригинальной машине приезжает у него венок какой-то здесь она и же пошла смотреть дедушки как машина украшена сегодня снова солнечный денек 17 декабря очень тепло я посмотрю сколько градусов 13 градусов ламесе у нас у нас там какие-то работы проводятся что-то ремонтирует лестница что ли с утра машина приехала мы в бальбуа парке я снимали уже можно туда не видел покажу еще немножечко архитектуру растение тут перекрыли переделывает наверное эту дорожку тучки плавают рыбка кстати красивая но просто мне туда сейчас не подойти закрыли вот здесь а так они там золотые красные он рыбки плавают это доллар что ли валяется на воде плавают ремонт в карте в карте реальный м у вот Ой, какие хорошие, какой ребёночек малюский. Деточки родились. Зашли с подружкой в кафе. Аладдин называется. Очень уютненько здесь. Здесь восточная кухня. Заказали чай мы и пахлаву. Похвалить себя. Похвалить себя. Классно. Похвалить себя. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Рыбку купила, купили мы и ездили в Вайнрайпе, в арабском магазине, где есть наши продукты, которые мы любим. Вот, там у меня остывает еще свеколка возле раковины, а Виталик поехал за блендером и мы сами сейчас сделаем майонез. Там нужно яйцо, горчица, масло подсолнечное, но у нас оливковое, осветленное, ну такое, не сильно концентрированное, и лимонный сок. В общем, мы сделаем сейчас сами майонезик, все это заправим. Я специально жду, чтобы, ну, слои промазать. Не знаю, я не такой уж прям повар-повар, но я думаю, что вкусно получится. Вот, хотелось поделиться. Я не знаю, ну, наверное, 15 лет точно я не делала. Вообще как-то это, не знаю, для меня казалось, это рыба под шубой, это такой тягомотный, это салат, это нужно столько времени на него убить. Нет, вон быстренько все, ну, говорю, у меня как-то больше сил здесь, больше энергии, больше как-то желания что-то делать. Пока мы ждем папу с магазина, он блендер у нас покупает, да? Да. Чтобы нам майонезик сделать. Решили показать вам, что Еве подарили. Еве подарили мамину головную боль, да? Что это такое, расскажи нам. Это барабанная установка с палочками, мы их купили. Это пианино. Это второе пианино, там музыка играет в этой пианино? Да. И в этой пианино. Это гонек говорит, что включено вверх, а там вниз выключились. А включи какую-то музыку нам снова, послушаем. Какую? А вот сейчас, которая была, то включила. Один барабан, который сейчас я делала, стал тарелкой. А вот такой еще хороший. Да, Еве на мечта сбылась. Мы были в магазине музыкальном, да? Да. И там видели эти установки детские. Так, гитар-центр, да. Но, думаем, вот, надо купить. Надо купить, и вдруг нам подарили и вот эту барабанную установку нам подарили, и папа на работе, да, дяденька? Да. И вот это, как называется? Это палочки барабанные. А это барабанные палочки мы купили в этом гитар-центр. Мы видео там снимали. Ой, больно сильно? Ничего, пройдет. И мы осторожно палочками. Здесь видео поместим, ссылочку дадим на то видео, сколько там всего музыкального. Это вот у нас уже коробки, три коробки собрано. Потихонечку собираем то, чем не пользуемся. И вот в эти две недели не будем пользоваться. Так что, сборы полным ходом у нас идут, да? Скоро переезд. Вернулся наш папа. Ну, пока знаешь, что купил. Я купил вот такой блендер. Я его выбрал, потому что он погружной. Там были такие на подставках, со стаканами, крутые. Много места, да, занимают? А сколько? Это недорогой. Мы хотели недорогой, так вот, прям на первое время сейчас. Самый простой. Вот. Почему нам он нравится, мы таким пользовались в Ярославле. Он самый простой. Хотите высокий стакан, что-нибудь в высоком стакане сделать. Хотите кастрюлю, в кастрюле. Вот. Эту штучку помыл и все. Это ты в Walmart купил, да? Да. Сколько стоит? 19, ну, короче, 20 долларов. 20 долларов. Да. Мы примерно так и рассчитывали бы. Вот такой вот корпус. Мощность у него 225 Ватт для сети электрического тока напряжением 110 В. Вот. Такая штука НСАД скорости. Быстро и очень быстро. Миксер у соседей ничего не сбивалось. Почему папа и поехал у нас за вот этим блендером? И вот несколько секунд, несколько секунд и уже майонез домашний готов. Да. Всего-то не хватало за 20 долларов блендера. Правильный рецепт майонеза домашнего. Стакан растительного масла, два яйца, взбиваете это все. И потом добавляете во время взбивания сок лимона, соль, перец, горчица, там какие-то приправы. Все по вкусу, все индивидуально. И самый главный ингредиент майонеза это погружной блендер. Вот, доделала я шубу эту, сельд под шубой. У меня осталось немножко майонеза и осталось свеклы. Сделаю с чесноком. Мы тоже любим. Я решила сделать в разных тарелочках и он получился такой невысокий. И он быстренько пропитается. Нам приятного аппетита. И всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Приятного аппетита. Пока-пока. Пока.